Стоит задуматься, как не стать жертвой в возможном новом дележе ресурсов. Если мы сегодня начнем заниматься, например, импортозамещением, а это что означает? Что мы начинаем запускать рублевые цепочки, то есть от сырья до конечного продукта рублевые, и замыкать рублевый оборот, мы можем сегодня где-то лет на 10-15 точно совершенно обеспечить стране где-то 5% экономического роста в год без проблем. Нам надо действительно продумать систему более активного использования собственной ресурсной базы, которая в принципе есть. Но для этого должен быть привлекательным климат инвестиционный в стране, надо восстанавливать утраченные доверия. Любая крупная страна, если она хочет успешно развиваться, должна, конечно, ориентироваться на внутренние источники кредита. Ближайший для нас партнер – это Беларусь, которая основывает свою экономику на внутреннем кредите, потому что у нее нет доступа к внешним займам. И, может быть, поэтому белорусская промышленность росла все эти годы гораздо быстрее, чем в других странах СНГ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...